Привет друзья! Палыч на связи. В новом году все будет по-другому. Да сука, я люблю свою работу. На самом деле год, блин, он не просто прошел, он реально охренительно так пролетел. Он пролетел ярко, насыщенно. До чего только стоит разморозка постройки Днепра, ведь именно в январе я вновь приступил к постройке. А ишь, ведь тогда же я впихнул на него и моноамортизатор. Сейчас, конечно, это уже пройденный этап, но сколько я тогда намучился с подбором оптимальной жесткости. Потом сделал на него раму и даже первый раз на нем проехался. Даже максималку хотел замерять, но он немножко меня подвел и заклинил. На светломе 390. Все. Заклинил. Кстати, и серебряную кнопку от Ютуба я в этом году получил, хотя у меня уже было 200 тысяч подписчиков. И Днепр свой доделал, и на Эндуро Днепре покатался, и сезон открыл на Днепре, ну просто бомба, уже не раз это говорю. Мотоподъемник сделали, Яву разобрали и... ну просто разобрали. Да, по поводу Явы. С Явой откровенно мы немножко облажались, потому что мы начинали ее разбирать в тот момент, когда мне не хотелось заниматься мотоциклами. И я думал, что я ее сейчас разберу и мы все быстренько сделаем, но мы потом отложили это дело. Мы занялись дрифтрайком, и Ява так и лежит. Сейчас зима, я начал заниматься ежом, а Паша, ну Паша не хочет заниматься своей Явой. Знаете, он говорит, я начну делать... Пишем заново дубль. Почему? Бля, чё ты меня оху*****шь, бля? Короче, Паше нужна мотивация. Он просто хотел еще снять ролик для своего инстаграма, как он сделает эту Яву, но он боится, что его никто не посмотрит. Да почему так? Давайте его 10 тысяч подписок. Подписывайтесь, короче, на инстаграм Паши. Если будут подписки, сука, обещай, что ты сделаешь свою Яву. Обещай, что ты сделаешь. Смотри, какой он наглый, сука. Сука, он долго. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а, решил ко мне лезть, ты, засранец, вонючий, мать твою, а, ну иди сюда, папа Да, простите, чё-то я отлёгся, в общем, дрифт-райк собрали, просто охренительная пушка, но более детально не буду останавливаться, так как я недавно сделал полное видео Ооо, а как на Днепре я в лесу покатался, тоже история уже будет на всю жизнь О том, как я не заметил пенёк и влетел в него ногой, расквасив большой палец Теперь там и ноготь особо не растёт, будет теперь этот палец мне постоянно напоминать о важности мотоботов Кстати, собрал неплохих два велосипеда из двух советских рам Один в стоке, ну в таком стиле олдскул, а второй на современных запчастях И, к слову, зелёный велосипед я оставил себе, и он реально полностью меня устраивает А, ну мы ещё и на Днепре разгон до сотки замеряли, и я немного, если честно, приофигел Ведь на десятой паре он разгоняется за 8-9 секунд, и, как по мне, это просто офигенный результат Даже с Явой, ну, грозой советских мотоциклов, гонку устроили Ну, куда там той Явой, если по заводу у неё разгон около 12 секунд Да и то, пока КПП не развалится Ну, ладно, ладно, просто видео Ява была убитая Бензин плохой, хозяин тяжёлый, да и вообще он не умеет ездить А так Ява меня, конечно же, уделает Ладно, шутки шутками, но Явой Днепр это унылая игрушка по сравнению с инвалидкой Я не знаю, если честно, как так распорядилась судьба, что мы встретились с этой прекрасной механической душой Но инвалидка это просто уникальная машина, которая каждую минуту выкидывает какой-то прикол Что случилось? О, еб твою мать Это очень странно О, еб твою мать О, еб твою мать Поехали Ёб твою мать Я нашёл, взял подулкан О, еб твою мать И приехал. Бл***ь, е***ь. Молоко, металолом, акумуляторы. Жимангалай, б***ь. Закривайся, б***ь. Закривайся, сука. Кто там? В таких случаях нужен цюрпун. Кто? Сюрпун. Да как так, да б***ь. Ну, не получилось, не фортануло. Намулялись. Ого, б***ь. Кто там? Стречка, как вы. Ха-ха-ха. Я, ну ты чё? Ха-ха-ха. Так мало того, мы на ней и вдольняк ещё собрались ехать. И поехали. Да, конечно, мы проехали всего 200 километров. И у нас навернулся редуктор. Ну как навернулся, я его просто разорвало. Но этот один день сделал мою жизнь реально интереснее на полгода вперёд. Это реально то, что я буду рассказывать детям. Такое просто не забывается. Кстати, продал свой скучный фиат и купил себе Ниву. Я лично считаю, что машина должна быть интересной. И в ней должна быть какая-то особенность, какая-то изюминка. Вот она должна быть или быстрой, или проходимой, или уникальной и так далее. Но ни в коем случае не просто машиной. Ну это я лично для меня говорю. Ну а закончили мы этот год покупкой барахла, из которого я постараюсь слепить какой-то мотоцикл. И неудачным замером максималки, которая подпортила мне здоровье и нервов. А вам унылые последние видосы от меня. Вот такой вот год. Ну, ребят, откровенно говоря, это всё-таки было охрененно. Что за херня? Кто это сделал? Какой ПП? ВП тут. Вот это наша тема. Ну ладно, по поводу простого пацана. Да, многие из вас знают из инстаграма, что ко мне в гости приезжал простой пацан. Мы наконец-то с ним увиделись, потому что вы уже тысячу раз, сколько раз вы говорили в комментариях, пишите, встретиться с простым пацаном, поедь к простому пацану на Днепре. Ну, у него та же история по поводу меня. Мы наконец-то встретились, он приезжал ко мне в гараж. И я знаю, что вы ждали какой-то видос, потому что инстаграм просто разорвала наша фотка. И нет, какого-то видоса не будет. Потому что у него не было времени особое, да и мы не собираемся ничего снимать. Потому что понимали, что это просто разорвет YouTube. Но вы не готовы к таким эксклюзивным контентам, так сказать. Так что всё, что я успел заснять с простым пацаном, вот. Иди сюда, иди сюда, я тебя снимаю. Съёмки пошли, съёмки пошли. Здорово, ёб. О, подожди, дай хоть на тебя вживую посмотреть. Подожди, давай сначала, угадай, что я мог привести? Краник, что ли? Ну, четыре хорошие свечи. Они горячие или холодные? Они... я не знаю. Вроде холодные. С... Короче. Парапам-пам. Ставьте лайки, если вы хотите, чтобы мы поехали вдвоём уданять. Если это видео не наберёт 30 тысяч лайков, никаких дальников. Всё, подписывайтесь на его инстаграм, на мой канал. А, стой. На мой инстаграм и на мой канал. Всё. Так пошли бухать лучше. Вот уже будешь? Да. И всё. Ну, реально мы ничего особо не снимали. Но я знаю, что простой пацан что-то там снимал. И он вроде бы собирался выпускать какой-то видос. Так что можете зайти к нему посмотреть. Я думаю, оно может уже и вышло, а может ещё не вышло. Ну, в общем, у простого пацана что-то там тоже есть. Но я думаю, что мы в любом случае ещё с ним встретимся. Пацан отличный, ну, в жизни такой же, как и на видосах. То есть, такой ебантяй, короче, как и я. Ну, реально нормальный кент. Я решил этот год запечатлеть татуировкой. Сделал сам себе эскиз. То есть, татуху я, по сути, нарисовал себе сам. Ну что, сейчас будет первый этот укол? Да. А, ну давай сейчас попробуем. Посмотрим, как оно. Не посмотрим, а почувствуем. Почувствуем. Давай, первый раз, первый укол в моей жизни. Неприятно. Даже очень неприятно. Похоже на... На иглоукалывание. Вот это что это похоже. Акупунктура. Похоже, вот когда берут кровь с пальца. Вот, это больше всего похоже. Но берут не один раз укололи, а укалывают, ну, раз сто за минуту. Наверное, давайте это так. Те, кто говорят, что это не больно, пошли вы нахрен, короче. По поводу Олега, это тату-мастер Олег Винник. В описании будет ссылка на инстаграм Олега. Там вы ему можете писать, спрашивать по поводу эскизов. То есть, вы можете сюда прийти и подобрать эскиз с ним. Можете принести эскиз свой. Ну, то есть, это... Консультация бесплатная. Консультация бесплатная, это все без вопросов. И Олег сделает, я думаю, шикарную скидку, если вы скажете, что вы от Палыча. Так что, ссылка на Олега будет в описании. Ребят, если вам нужна татушка, обращайтесь вообще без вопросов. Решил я, что этот этап в моей жизни, реально вот эти мотоциклы, вот эти гребаные совки, они реально изменили мою жизнь. И позволяют заниматься тем, чем реально мне нравится. А именно, даже меньше мне кататься нравится на этих мотоциклах, чем их крутить. Собственно говоря, и сделана такая композиция. Make cool shit, motherfucker. А еще мне очень помогает сервис E-Katalog. Также он, в принципе, может помочь и тебе. Как? Да легко. Вот смотри, заходишь на E-Katalog. Выбираешь себе экшн камеру Sony или GoPro. А дальше уже смотришь в сравнении, там, читаешь отзывы, смотришь примеры видео. И выбираешь, что тебе больше понравится. Или просто следишь за динамикой цены. Или сразу сортируешь по цене и покупаешь тупо ту, что подешевле. И все, полдела сделано. А дальше берешь свою новую камеру и снимаешь качественный контент. Сразу скажу, что это не так легко, как кажется. Но если ты постараешься, то твоя жизнь изменится на 100%. Проверил лично. Так что ссылки на экшн камеры оставляю в описании. Думай, ты. Опять начали терроризировать мою жену. Через жену мою вышли. Опять захотели мне отправить посылку. Но я говорил, не надо это делать. Не надо мне ваших посылок, ребят. Кому хотите, еще и вам что-то отправлю. Но не надо мне ужасать. Это пожалуйста. Пожалуйста. Просто вы выходите на мою жену, она мне дает слабину. Я говорил уже, не надо договариваться. Говорю, не надо. Но так как этот человек, мы с ним в Луцке виделись. Ну я уже с ним списался тогда. Так. Ууу. Ты, 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 ты руки не тяни. Слышишь, алё. Павел, мне как подписчики что-то присылают уже. Я ему и так ножки отдал на его Pfizer. Задолбал. Павел, блин. Тут мешаешь. Дай мне наклейку на мне. Все забирает у меня. Кадошечка так. Офигеть. Вот это нормальная тёмка, я вам скажу. Блин, братан. Что-то здесь сел купался. Оооооооуу. Да лааадна. Что это, что вы творите, ребята. Ну, что. Братан, подписчики, мать вашу! Блин, вкусная конфета. Да ладно, в смысле? Братан, ты сдурел, что ли, нахрен? Тебе же нет. Не, ну понятно, что же нет. Понятно, что не тебе, блин, за зубов. Мне тоже надо за палат. Не, ну ладно, не, ну ладно. Не, ну ладно, не, ну ладно. Не, ну ладно, не, ну ладно. Короче, ребят, не терроризируйте мою жену, пожалуйста. Я понимаю, что вы на меня не можете выйти, но не надо ей писать. Потому что я вижу, это не первый человек, просто этого человека я знаю, мы с ним встречались в жизни. Ну, ребят, в любом случае, спасибо, что вы у меня есть. Вас уже более 400 тысяч. И я только вот недавно получил серебряную кнопку в начале года, а вас уже 400 тысяч. И это круто на самом деле. Вы офигительные ребята. Слушайте своего сердца. Старайтесь, по крайней мере, делать то, что вам нравится. И просто живите своей жизнью. Не ведитесь на вот эту всю внешнюю шелуху, которая иногда присутствует, вот эти все понты. Короче, ребят, с наступающим вас. Здоровья вам и вашим близким. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Подписывайтесь на мой второй канал. Кстати, на моем втором канале, если я в Чернобыль ездил, может, не видел, очень интересная темка. Я, кстати, да блин, опять уже отвлекся тебя. Только что поздравляю. Пацанова тут опять свои рекламы, б***ь, свою. Ну, ёпт, ну, палыч, ну, сука. Ну, хорошо, хоть не один иксбет. Всем привет, ребят. Есть второй канал у меня, я очень хочу его возобновить. И есть идеи, что туда снимать. Но если у вас есть какие-то идеи, как мне сделать второй канал, переходите туда, посмотрите и кидайте свои идеи для второго канала. Может, что-то вам интересно, помимо того, что мы делаем здесь. Как-то так. Сука, сколько реклам было видео? Двенадцать. Думаю, хватит. С Новым годом вас.